Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмилл и сами я Артур Изятут. По евро-доллару мы наблюдаем движение в сторону 1.20 сегодня, покупатели не торопятся у нас пробивать уровень 1.20. Индекс доллара у нас тоже остается в мягком даунтренде, предпосылок для значительного отката, коррекции вверх нет и не предвидится в декабре. Значит пробой уровня 1.20 по евро-доллару, ну почти наверняка это у нас произойдет, для этого есть сейчас все предпосылки. Оно важным компонентом для этого движения, чтобы евро-доллар мог закрепиться у нас выше уровня 1.20 является положительное решение ОПЕК. Я не помню, сегодня и завтра у нас ОПЕК договаривается, ОПЕК+, Альянс договаривается о продлении текущих квот на добычу. Это убирает с рынка 7,7 миллиона баррелей в день, если не договорятся, убирать будет с рынка 5,5 миллионов баррелей в день. То есть предложение нефти на рынке прибавится в случае права соглашения. Позже у нас котировки евро-доллара на этой неделе будут прислушиваться к экономической статистике по США. Макро-апдейт у нас по США такие важные будут, как отчет ADP, отчет Non-Farm PayRose, два отчета, получается, по рынку труда. В США индексы производственной и непроизводственной активности, вот ICM, по США выходят они у нас в среду и в четверг. Ну и естественно на этой неделе будет выступать как глава ФРС Джереми Пауэлла, так и секретарь казначейства Мнучин. В общем они будут отчитываться перед банковским комитетом в Сенате по тому, как они расходуют средства, в каком положении сейчас находится экономика. Протокол ноябрьского свидания ФРС показал, что вопрос смягчения кредитных условий в декабре остается открытым. Ожидается, что риторика Пауэлла на этой неделе, она прольет собственно свет на декабрьское действие американского центрального банка, а риски смещены в сторону дополнительного объявления, в сторону объявления дополнительного смягчения. Это будет увеличение программы КУЕ и естественно это является фактором давления на доллар, потому что мера это сильная монетарная. В то же время на прощей неделе в пятницу, если вы смотрели мой обзор, я рассказывал про протокол заседания ЕЦБ прошедшего и комментарии главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Какие можно основные выводы этих событий было сделать? ЕЦБ не будет применять тяжелую артиллерию в декабре. Он не будет снижать ставку по депозитам, не будет трогать программу количественных смягчений, обойдется более мягкими и адресными мерами. И что это значит для евро? Для евро это снимает одно из больших, такое большое бремя у евро собственно было, это то, что в декабре ЕЦБ у нас либо снизит ставку, либо увеличит КУЕ. Такие страхи, такие опасения появились после ноябрьского заседания, когда голова ЕЦБ Кристина Лугария заявила, что будут меняться, будет происходить рекалибровка всех монетарных инструментов ЕЦБ. Естественно, там был швухер, возникли сразу ожидания, что в декабре будет ЕЦБ снижать ставку, будет как-то трогать ставку, либо увеличивать программу количественных смягчений. Но вчера стало все понятно. Прогноз ЕЦБ по еврозоне не такой прям чересчур мрачный, не нужно какие-то сильные жесткие меры поддержки организовывать для экономики. Можно обойтись мягкими мерами, на прошлой неделе это стало ясно. В евро, соответственно, те ожидания, которые были, те опасения и страхи, которые были, они потихоньку вытеснены. Евро избавляется от бремени, что позволяет ему увеличивать давление в паре евро-долларов, в паре евро-британский фунт. Нефть у нас сегодня открылась, давайте посмотрим нефть, открылась у нас сегодня снижением, у нас потери составляют сейчас более 1,5%. Почему это произошло? Появилась у нас новость, такой инсайт, будем так говорить, просочился на рынок, что перед решением ОПЕК Появилась информация, что некоторые участники, они у нас сбунтовались по поводу продления текущих ограничений на добычу и в оппозиции, как оказалось, у нас оказались Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Но, к счастью, они у нас составляют незначительную долю добычи в ОПЕК+. Высокие шансы, что у нас Россия, что Саудовская Аравия, они у нас могут, сумеют убедить несогласных сменить свою позицию или подоговорятся взять часть обязательств на себя, как это было на прошлом седании, когда там Мексика отключилась, кажется, от конференции и потом, в общем, пришли все-таки к тому, что будут они контролировать предложение и часть просто обязательств распределят они, ну, некоторые участники на себя. Сильные участники, типа Саудовская Аравия, возьмут на себя вот часть ограничений добычи. Вот, собственно, шанс высокий, что это произойдет и в этот раз, и Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан у нас ничего, ну, кардинально никакой игры не поменяет. На мой взгляд, вот эта история с такой оппозицией, да, возникшие вот эти слухи, вот эта история, она хороший повод скорректироваться вниз. И этот повод, собственно, нефть использовалась, скорректировалась она вниз. На мой взгляд, она сможет скакнуть еще на решение ОПЕК, которое, скорее всего, будет положительным, на устранение, будем так говорить, формальной неопределенности. Вроде бы эта неопределенность есть, но, как бы, понятное дело, что, скорее всего, у нас смогут участники ОПЕК-плюс договориться о продлении квот, и, естественно, нефть должна отреагировать, тем более после вот падения вниз такого. Вот, но, но, замечу, да, что по нефти у нас пока не просматриваются среднесрочные перспективы, потому что экономического роста, восстановление экономической активности, вот в краткосроге, нет, не предвидится пока что, потому что все еще свирепствуют локдауны в Европе, США тоже есть риски локдауна, сейчас мы об этом поговорим. Значит, сегодня еще важным отчетом в календаре это у нас был индекс активности в промышленно-производственном секторе в Китае, он значительно превзошел ожидания, прогноз был 55 десятых, вот такое вот назначение показал. Собственно, этот индекс, он растет, активность, получается, в секторе растет, это, по крайней мере, поддерживает состояние расслабленности на фондовых рынках Европы и США, потому что Азия растет и растет хорошо. У нас в сердце Китая всегда находились заводы, и вот, собственно, если у нас хорошо работает, стучит сердце, значит, и с Китаем все в порядке, и это, конечно, этот оптимизм, он распространяется и на другие рынки. На этой неделе одним из таких латентных рисков, на которые стоит обратить внимание, стоит держать руку на пульсе, это, опять же, меры по сдержанию в США, почему они становятся актуальны. У нас власти в США избежали жестких ограничений до Дня Благодарения, в День Благодарения, прошел у нас День Благодарения, были праздники, была скучность людей, они собирались вместе, и можно ожидать, что вот в этой картинке, это у нас заболеваемость в США, дневной рост, зеленая кривая и суточный. Зеленая кривая – это у нас тренд, семидневная средняя, голубая кривая – это у нас дневные случаи. Вот вроде бы образовался пик, но после Дня Благодарения неизвестно, что будут люди у нас собираются вместе, да, чтобы отпраздновать. Естественно, растут шансы, что вот эта стабилизация может нарушиться, может снова пойти у нас вверх, получаются новые случаи, да, и, естественно, это вынудит власти как-то реагировать. Вот такие вот у нас риски сейчас есть. Стоит обращать внимание, что происходит, потому что до вакцинации еще есть время, и как-то, ну, нужно реагировать, нужно как-то сдерживать новые случаи из-под требований, потому что в целом еще на пике находится, никакого еще резкого снижения не произошло. По Европе уже мягче. Здесь пока еще остается эта напряженность, поэтому советуем обратить на это внимание. Вот, по индексу доллара, в целом, скажем, по доллару, я ожидаю, что дальше у нас будет вниз. Тест уровня 90-91 пройдет он на этой неделе, несмотря на такое стяжное снижение, предпосылки для дальнейшего снижения индекса доллара у нас есть. То есть основное максимальное давление будет исходить со стороны европейской валюты. Направо 4 я рассказывал, почему связано это с тем, что относительная производительность экономики еврозоны по отношению к США, если мы сравним, как динамика меняется еврозоной и США, сейчас в еврозоне динамика, она становится более благоприятной. То есть ожидалось, что будет не очень динамика, а она все-таки не оправдала худших ожиданий и лучше выдерживает локдауны, поэтому у нас сейчас также меняется, собственно, в курсе евро-доллара у нас также эти ожидания постепенно реализовываются. Поэтому по евро-доллару, со стороны евро на доллар оказывается максимальное давление вниз. И, как я уже сказал, будет у нас тест, закрепится у нас, на мой взгляд, индекс доллара ниже 91.50, будет у нас тест. Очень важный фактор, который нужно заметить, 7 из 10 месяцев декабря за прошлые 10 лет, 7 из 10 декабрьских месяцев у нас доллар снижался в декабре. И, на мой взгляд, великий счастье, что и в этот месяц, и в этом году у нас также доллар будет снижаться. Для этого есть все предпосылки, о которых я вам сегодня рассказал. А вот, на этом я завершаю свой обзор сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, задавайте их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк, если оно вам не понравилось. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте в профит.